В украинской столице открыли памятник Кравчучке. Ну, точнее, не самой Кравчучке, а бабушке, которая экипирована этим средством. Это уже вторая работа из цикла «Бабки». Первая, классическая, прописалась на лавочке в парке Шевченко. Вторая будет теперь жить на левом берегу, на Русановской набережной. Как всё это выглядит, видела Ирина Романова. Памятник полностью готова, и у автора Анна Киселёва вся на нервах. То табличку приклеит, то мусор подметёт. И вот она, колоритная бабуля. Листовое железо и сварка. Весит где-то, не знаю, килограмм сто, наверное. Рост метр восемьдесят пять, на голове будёнок, в каналице мейкап, тело покрыто лаком. В руке Кравчучка, а в ней птица. Решили, что это должна быть утка безголовая. Символ еды человеческой. Скульптура, говорит Анна, была готова ещё прошлым летом. Но то денег не находилось, то с местом не могли определиться. Сюда, на Русановскую набережную Бабаруси, как её ласково успели назвать местные жители, шла целый год. До этого успев побывать на нескольких художественных выставках. А её аксессуар ждал своего звёздного часа целых тридцать лет. Тележку ещё в начале восьмидесятых изобрён киевлянин Алексей Сергеев для собственного пользования. А спустя десять лет её запустили в массовое производство. И обозвали Кравчучкой. В 90-х, говорит Игорь, она помогла ему выжить. Нехитрая тележка выручает и сейчас. Купить продукты на неделю хотя бы, чтобы не ходить в магазин каждый день. Вот это памятник поставили. Для чего? Для того показать, как бабушки ходят по каналу, собирают бутылки с Кравчучкой? Но бабуля с Кравчучкой пришлась по вкусу не всем. Надежда торгует на лесном рынке с тех самых 90-х. О памятнике не слышала, но считает всё правильно. Такие сумки, что не потянешь в руках. Ставишь на Кравчучку и везешь. Спасибо. Жаль только седует, что увидеть скульптуру своими глазами не получится некогда. Распродаст молоко, картошку и сразу в село хозяйство ждёт. Ирина Романова, Игорь Антонюк. Подробности. Телеканал Интер. Телеканал Интер.